Здравствуйте, девочки! Сегодня мы совместно с Алиночкой, Никония Мармеладка582, снимаем совместное видео, видеотег, значит, 5 продуктов, которые важны для меня в макияже. Я долго думала, какие же продукты для меня важны, скажем так, и так думаю, что 5 продуктов, да, для меня достаточно, то есть я вполне довольна, даже это, наверное, для меня много, особенно если я на отдыхе, в отпуске или еще где-то, или в выходной день. Я не очень люблю краситься, то есть, так по минимуму. Самым главным, наверное, и самым, как бы, которым я начала в последнее время пользоваться, для меня является вот такое вот средство, это тональный крем, но он не совсем тональный крем, он увлажняющий, он не закупоривает поры, но в то же время он не ложится, как маска, он не плотный, он совершенно жидкий, то есть он не заменяет и дневной крем, но дневным кремом, конечно, я пользуюсь, но в течение дня кожа увлажненная, не сушит. Вот, я не знаю, как на лето, но на зиму, конечно, он прекрасен, но на лето, наверное, не пойдет. Вот, вообще я начала пользоваться вот этим средством где-то месяца 3 назад, до этого никогда в жизни не пользовалась никакими тональниками, никакими там, ничем подобным. Вот, у меня в цвете 0,3, если кому-то интересно, они бывают 0,1, 0,2, 0,3, это Ева Мозаик, продается вот именно у нас, только продается в Ритгош, стоит там недорого, ну, очень мне нравится. Вот, также недавно для себя сделала открытие, ну, это как бы дополнение к первому, пускай Алиночка не обижается, это, скажем, это одно средство, никто об этом не знает, не скажет, не выдаст мою тайну. Недавно совершенно купила, буквально там недельки 2-3 назад, тоже девочки посоветовали, это у нас корректор, жидкий корректор, до этого я рассказывала про один корректор, но он мне не понравился, совершенно не подошел, это от Бель, жидкий корректор с минералами, это в номере 2, в продаже не было другого. Сейчас покажу, как он выглядит, вот, такая кисточка обычная, как у жидкой помады, ничего такого нет, но им можно замазывать какие-то там темные круги под глазами или еще что-то подобное, вот, видно, наверное. Он, когда размазывается, то есть он буквально сливается с тоном кожи, подходит идеально, то есть его не видно, вообще в складки не забивается, морщины не подчеркивает, то есть вообще замечательное средство. Написано Anti-Age Concealer. Так, мы уже договорились, что это у нас одно средство. Так, без чего я еще не могу обойтись, даже без этих я, может быть, и смогу обойтись, но вот без пудры я, наверное, не могу обойтись вообще, потому что, я не знаю, может кто-то нормально относится, но когда у меня какой-то там блеск на лице, это мне как-то выводит. И поэтому дома у меня одно средство, а с собой в сумочке у меня другое, то есть косметичку я с собой не ношу, только пудра и, ну, помада, как у всех, наверное. Вот, ну, тоже всем известная пудра вот люмене, минеральная, и вот такая вот Max Factor. Это у меня она дома лежит, недавно тоже купила, в номере 13, она такая темненькая. Ну, всем она им известна, то есть, вообще, хорошая очень пудра, но она без зеркала, поэтому я ее держу дома, с собой не беру. Теперь люмене она зеркалом, поэтому ее удобнее брать с собой, я вот ее с собой ношу, она более светлый тон, это у меня четверка. Видите, она более светлая, но не скажу, что она светлая, но это какая-то средняя, средний цвет между светлым и коричневым. То есть, один-два раза попудрится в день, идеальное средство, но еще и зеркальце у меня, конечно, есть. Так, это у нас второе средство. Третье средство, без чего я тоже, ну, как бы, не представляю, это мой ежедневный макияж, это тушь, ну, как у всех, наверное. У меня тоже от Belle, что-то я подсела в последнее время на Belle, очень мне нравится. Это с такой силиконовой кисточкой, это у меня вторая уже, я ее покупаю, вторая, называется Пушап Массара Мегаволюм А6 номер один, в черном цвете. Хорошо прорисовывают реснички, что верхние, что нижние, не слипается, не осыпается, а с дрожжей не вызывает, ничего такого подобного нет. Ну, есть у меня, конечно, другие туши, но вот просто я вот сейчас показываю, что я вот ею пользуюсь. Это третье средство. Четвертое средство, ну, как у всех, наверное, это блески, помады, что-то подобное, про них я уже делала видео, подобно останавливалась. Вот, у меня их много, сейчас показываю, так, это четвертое средство. Четвертое средство, ну, еще есть у меня такая помада, это у нас, гигиеническая помада от Арифлейм, защита мороза, которая, наверное, без которой можно обойтись, но уже я уже к нему привыкла. Это тени от Ева, мозаик в таком цвете, в идеальном цвете, то есть есть темный, розоватый, белый, который можно под бровку, и золотистый цвет. Цвета яркие, красивые, не осыпаются. Это номер 01, четырехцветный для век Ева мозаик. Вот это пятый продукт, без которого, который мне важен в макияже, без которого, конечно, не сделаешь полноценный макияж. А так, если просто нет времени или не хочется, я могу обойтись вот этим средством и вот этим. Все. Остаю больше, мне ничего не нужно. Так, Алиночка, еще раз привет. Я рада, что мы с тобой сняли совместное видео. Спасибо всем за внимание, что были с нами. Пока-пока!